Новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылова, приветствую всех, кто сейчас с нами. И в начале коротко о темах выпуска. Памятник малолетним узникам фашистских концлагерей открыли в Видном. Стал каким-то особенно мудрым в лагерях, посидевший подросток. Студенты колледжа Московия встретились с ветеранами московского коксогазового завода. Наша задача – показать историю завода, показать судьбы тех людей, которые стояли у его истоков. Автор и исполнитель Юрий Былинкин провел творческий вечер для любителей музыки под гитару. В преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей в Видном торжественно открыли новый монумент. Скульптура посвящена несовершеннолетним пленникам лагерей смерти, как сумевшим выстоять и выжить в те страшные годы, так и убитым и замученным фашистами. Возложила цветы к памятнику непокоренным и наша съемочная группа. Они выживали в нечеловеческих условиях, без нормальной еды, крыши над головой и тепла. Многие навсегда были разлучены со своими семьями. Над малолетними узниками концлагерей ставили опыты, брали кровь для солдат вермахта, сжигали в печах крематория и травили в газовых камерах. Но, несмотря на этот ад, были те, кому удалось выжить и вернуться на родину. Ни в одной истории мира мы никогда не видели и не слышали, чтобы уничтожение детей было внесено в гранх элемент политики государства. И только фашистское государство осмелилось умерть в ад ничем не повинных людей. За годы войны было построено более 14 тысяч концентрационных лагерей. Там побывало около 18 миллионов заключенных из 30 стран мира. Среди них полтора миллиона – дети из СССР. И только 500 тысяч из них смогли вернуться обратно живыми. Наша основная, самая главная задача, как у поколения победителей, нести эту память, передавать эту память из поколения в поколение, чтобы появлялись такие замечательные монументы. Бодрости духа вам, здоровья, будьте всегда с нами и воспитывайте нашу молодежь ежедневно, не только на уроках мужества. Мы должны сделать все, чтобы эта память жила и не допустить никогда возвращения фашизма. Установить большой монумент в память о несовершеннолетних узниках фашистских концлагерей на Аллее Славы давно мечтали члены общества бывших несовершеннолетних узников Ленинского района. С 2013 года этим вопросом занимался председатель общества Николай Родионов. Всего лишь месяц не дожил он до осуществления своей мечты. По словам скульптора и автора монумента Василия Селиванова, работа далась ему нелегко. В фигуре изможденного мальчика читается одновременно и противостояние, и грусть. Но невозможно испытывать жалость к этому человеку, обладающему такой огромной силой воли и сильным духом. Много работал над образами святых, много работал над образами великих поэтов, композиторов, героев России. Но этот образ мне дался особенно тяжело. Я вложил сюда главный, наверное, смысл человеческого существования – это преодоление и духовное противостояние. В этот день было сказано немало слов благодарности всем тем, кто боролся и выстоял, кто сохранил память о тех страшных событиях и передает ее следующим поколениям. Он ребенок, отчуп с перламутром, и глаза, не по-детскому, взрослые, стал каким-то особенно мудрым в лагерях, посидевшим подростком. Всего в концлагерях погибло более 10 миллионов человек, половина из них – граждане нашей страны. Их светлую память почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие торжественным возложением цветов к монументу. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. В год 90-летия со дня основания Ленинского района в историко-культурном центре состоялось традиционное мероприятие из цикла «Живая летопись Ленинского района. Путь в профессию», посвященное дню рождения Московского коксогазового завода. На встрече студенты колледжа Московия познакомились с историей завода и трудовыми династиями, а также услышали из уст заслуженных работников и ветеранов много интересных фактов об их профессии. Анастасия Воронина продолжит. Московский коксогазовый завод был построен в далеком 1951 году и по сей день является гордостью города Видное. Многие жители Ленинского района неразрывно связаны с его историей, а стаж трудовых династий насчитывает более 700 лет. В честь дня рождения Московского коксогазового завода в районном историко-культурном центре провели традиционную встречу ветеранов и заслуженных работников с молодым поколением. В этот раз с заводскими династиями и с их судьбами познакомились студенты колледжа Московия. Наша задача – показать историю завода, показать судьбы тех людей, которые стояли у его истоков и показать ребятам, почему здесь вообще возник этот город, почему мы вообще здесь все живем. Если бы не Московский коксогазовый завод, то неизвестно, что бы здесь было сегодня. Может быть, стояли бы склады и прочее, прочее. А так сегодня молодой, цветущий, очень интересный город. В этот день всем присутствующим в зале удалось перенестись в прошлое. Ветеранам вспомнить свою юность, а студентам узнать много интересного не только о судьбах работников завода, но и об истории города, видное в целом. А по сложившейся традиции заслуженные работники оставили свои подписи на памятной каске. Анна Нечаевой называет завод своим отцом и матерью. С 46 лет она трудилась на предприятии, вкладывая в работу все свои знания и опыт. Коксогазовый дал мне все, говорит Анна Сергеевна. Я в 16 лет мама умерла, а папа погиб на войне. И здесь меня очень хорошо встречали. Старшие товарищи по работе всегда оказывали мне помощь, любили меня очень, и я всех любила. Особым гостем встречи стал ветеран Великой Отечественной войны и заслуженный работник Московского коксогазового завода Николай Кулаков. Сегодня ему 93. Он один из старейших, ныне живущих сотрудников предприятия. Сейчас на заводе не слышно запаха, изменений много. Ну, проезжали мы там, сад развивается, зелени много. Так что все, порядок навели. А в завершение мероприятия студенты колледжа поблагодарили пришедших работников и ветеранов завода за интересную встречу. Подарили им цветы и сделали общий памятный снимок. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Хорошие новости пришли с чемпионата России по плаванию, который проходит в Москве в спортивном комплексе «Олимпийский». Золото получил наш земляк, воспитанник оздоровительного центра «Дельфин» Евгений Рылов. Он одержал победу в дистанции 100 метров на спине, показав время в 52,84 секунды. Женя прошел квалификацию для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее, который запланирован на июль этого года. Также наш спортсмен готовится к завтрашнему финалу в дистанции 200 метров на спине. Пожелаем Евгению сил и удачи. На многих предприятиях и в организациях Ленинского района можно встретить трудовые династии. Есть они и в центре «Дельфин». С представителями одной спортивной семьи познакомилась наша съемочная группа. Подробности в репортаже Максима Козлова. Она умеет найти подход и к взрослым, и к детям. За 25 лет работы в бассейне «Дельфин» Ольга Шнарева создала несколько авторских программ обучения плаванию, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. Даже во время интервью она строго следит за порядком на воде. С 2001 года Ольга Шнарева является председателем Федерации плавания Ленинского муниципального района Московской области. Как педагог Ольга Владиславовна имеет множество наград, но главные награды для нее – победы воспитанников. Из маленьких детей они вырастают в больших чемпионах. И когда ты видишь результаты, то на работу ты идешь с радостью. И 25 лет меня затянуло назад это и до сих пор не отпускает. Дочь Ольги Дарья Шнарева по сути все детство провела в бассейне, но начинала спортивную карьеру в гандболе. С 14 лет играла в клубе «Звезда», выступала на соревнованиях различного, в том числе и международного уровня. Выдох, вдох. Так повторяю, два раза. После 7 лет карьеру в гандболе пришлось прервать. Окончив университет и получив педагогическое образование, Дарья взвесила все «за» и «против» и решила вернуться в родную гавань. После травмы встал вопрос, куда после института она пойдет работать. И у нее выбор пал на «Дельфин». Она выросла здесь, она знает эту работу изнутри. И она захотела быть продолжательницей той работы, которую вела я. Мама подсказывает, помогает иногда, справляет ошибки. У всех спортсменов есть ошибки и учат. Сегодня их графики сложились так, что они тренируют в соседних бассейнах. Возможно, глядя на свою дочь, Ольга Шнарева вспоминает, как пришла в эти стены молодым специалистам. Уровень преподавания в бассейне «Дельфин» неизменно высочайший. Буквально вчера его воспитанники Евгений Рылов и Иван Гирев на чемпионате России вновь показали лучшие результаты. Воспитывают чемпионов и наши героини. В течение более чем четверти века Ольга Владиславовна вырастила немало талантливых пловцов. А Дарья пока только в начале пути. Но ее воспитанники уже делают успехи, выступая на соревнованиях муниципального и регионального уровней. Это сложный и интересный труд объяснять. И когда тебя понимают, исправляют ошибки и улучшают свое время, это всегда очень хорошо и тебе прям удовольствие получаешь. От того, что в коллективе Центра «Дельфин» трудятся семейные династии, прежде всего выигрывают те, кто приходит сюда заниматься. Ведь знания и опыт накапливаются и передаются из поколения в поколение. Даша, Ольга – это команда. Знают все о плавании, своих детей настраивают на такой серьезный спорт. Мама во всем помогает, во всем помогала. И в отборе детей, помогала быть правильной, помогала, наверное, быть доброй по отношению к детям маленьким. Благодаря таким людям создаются и приумножаются традиции Центра «Дельфин». Максим Козлов, Константин Брылов, Валерия Раце, Ольга Садовская. Видное ТВ. Посетители Развилковской библиотеки провели вечер в компании не с книгой, а с гитарой. Здесь состоялась встреча с автором, исполнителем своих песен Юрием Былинкиным. О том, как все прошло, узнаете из нашего следующего сюжета. Уже давно библиотека поселка Развилка стала местом проведения культурных мероприятий. Вот и на этот раз здесь собрались любители поэзии и авторской песни на творческий вечер Юрия Былинкина. Юрий Былинкин – автор и исполнитель собственных песен. И еще со школьных лет он выбрал этот путь. Во время учебы в Саратовском педагогическом институте собрал свой первый вокально-инструментальный ансамбль «Поцелуй». Позже переехал в Подмосковье и теперь выступает с концертами по всей стране. Однако гитара была не первым музыкальным инструментом. Любовь к музыке привил его родной дед. Я еще в школе не учился, я уже овладел гармоникой саратовской. Она была потому что поменьше размером. А гармоникой тульской уже где-то годам к шести. Ну и потом пошел в музыкальную школу, ну и все. Некоторое время назад музыкант жил в поселке Развилка и навсегда оставил культурный след в его истории. Ведь именно Юрий Былинкин – автор неофициального гимна «Поселение». Развилка так уж и водится, и сжирится, и строится, и отражается здесь солнышко в крестах. Помню, что шел со старого поселка в сторону бассейна. И вот так вот что-то щелк, и почти весь припев возник сразу в голове. Вот. Я вообще не люблю с песнями своими долго сидеть. Никогда я не сидел, в общем-то, больше 20 минут. Как ни странно, творческий вечер исполнителя оказался первым проведенным в местной библиотеке. Кроме песен, зрители могли пообщаться с автором, задать вопросы о жизни и творчестве. Совсем недавно у нас был поэтический вечер. Он принимал в нем участие, исполнил несколько своих песен. А сейчас мы его пригласили на персональную творческую встречу. Юрий Былинкин поет о природе, о чувствах, много песен о родных местах. Присутствует в творчестве актуальная сатира современной жизни. Отдельные композиции были отмечены дипломами и наградами музыкальных фестивалей. Игорь Борисов познакомился с Юрием Былинкиным недавно, на праздновании дня рождения развилки. С тех пор они общаются, и Игорь просто не мог пропустить творческий вечер друга. Для меня и творчество, гитарное исполнение, и гитара – это вечный со мной спутник. Я сам не играю, но всегда у меня получается друг, знакомый, товарищ, который играет на гитаре. Я всегда со мной рядом, всегда гитару бери с собой, на всякий случай. Теперь местные жители будут ждать новых выступлений артиста. Музыкант пообещал обязательно вернуться. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. И коротко о погоде. В четверг циклон покинет Московскую область. В облаках появится прояснение, а за счет них ночи станут прохладнее. Под утро от нуля до плюс пяти днем максимальная температура составит 7-12 градусов. Местами еще не исключен небольшой дождь. И на этом у нас все. Смотрите новости на телеканале Видное ТВ. Будьте в курсе всех событий Ленинского района. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!